Сегодня проходят финальные испытания конкурса «Первый элемент воздух». В этом конкурсе участникам поставлена невозможная задачка — научить дроны летать в несколько раз дольше, чем они летают сейчас. Технологический конкурс — это очень простая история. Берем задачу, которая не имеет решения, ставим ее перед командами. Если кто-то решение находит, преодолевает технологический барьер, он получает большой приз. На самом деле только серьезные государства, организации, фонды могут позволить себе проводить такое, ну, в общем, прямо скажем, дорогостоящее мероприятие, как технологический конкурс. Мы очень рады, что у нас команда из разных регионов. Надеемся, что в будущем тоже география присутствия конкурса будет расширена. Был поставлен очень жесткий технологический барьер, который нужно было преодолеть, ему соответствовать. Установка работает на водороде, преобразуя химическую энергию водорода прямо непосредственно в электрическую энергию, самым высоким КПД, которое только возможно. Организаторы конкурса этот барьер правильно поставили. Вся техника на пределе, в любой момент может совершиться что угодно. Если у вас есть водородный топливный элемент, вы можете, например, сделать машину, которая будет проезжать не там 500 километров, как сейчас, а, например, мить пробег там тысячи или полторы тысячи километров. В финале у нас три команды с прекрасными разработками, которые уже на стендовых испытаниях показали достаточно хороший результат. Я уверен, что в ближайшее время устройства этих команд выйдут на рынок. Наши двери открыты всем хорошим разработчикам. Уверен, что ребята придут с заявками и мы им поможем. Здесь люди борются за приз, вкладывая исключительно свои ресурсы, вкладывая исключительно свои умения. Они просто решают задачу. Разработками веселее заниматься, когда они имеют такое яркое выражение, такой яркий окрас. И надо сказать, что инновационная среда должна знать своих героев. Такого рода мероприятия мы наконец увидели в самом деле, кто может делать водородные установки, они стали публичными телевидениями.